Промышленность порой развивается стремительными темпами, и за этим движением многие забывают об охране окружающей среды. Как быть успешным и при этом не забыть про экологию, говорили в Чувашском государственном университете. Там прошла Международная научно-практическая конференция «Экономика и экология. Тренды, проблемы, решения». Основные темы, которые обсуждали на конференции в нашем репортаже. В эпоху урбанизации и реиндустриализации нужны новые решения в области охраны окружающей среды. Но здесь препятствием становится отсутствие должной нормативной базы. И если кто-то из ученых найдет способ совместить развитие экономики с природоохранной деятельностью, тот получит две Нобелевские премии, шутит профессор Уральского отделения Российской академии наук Радимир Берсенев. Главное все-таки действительно увязывать все природоохранные мероприятия с проблемами непосредственно предприятий, так, чтобы и их финансово-экономические предприятия не страдали. И в то же время предприятия все-таки бы больше уделяли внимание разного рода природоохранным мероприятиям в масштабах своей деятельности. Состояние окружающей среды напрямую связано с производственным циклом предприятий. Особенно если производство находится в центре города, к примеру, как у электротехнического кластера. В планах правительства создание и химического кластера. Поэтому задуматься есть над чем. Конечно, самое простое, по словам главы города Евгения Кадышева, развивать экономику, оставив экологию на потом. Но в столице такой вариант неприемлем. Соединить экологию с экономикой пока до конца не удавалось. Сейчас вот происходит эта попытка, когда наши ученые, именно экономисты, пытаются определить условия прохождения процессов экологии, эффективность экологии. Это тоже надо думать, это надо считать. И с этой точки зрения я хочу сказать, что некоторые уже прорывы и успехи есть. Одно из возможных решений для улучшения экологической обстановки Волги – создание эффективной системы очистки ливневых стоков. На сегодняшний день у нас город, именно рельеф города такой, что в Волгу на территории города вытекает несколько малых рек. Это Трусиха, Чебоксарка, Кайбулка, Кукшунка, Кувшинка. Значит, понятно, что все ливневые стоки, дождевые стоки, они попадают в эти реки, и потом все это плавно вытекает в реку Волга. В принципе, для того, чтобы прекратить вот эти сбросы без очистки, нужно какие-то очистные сооружения построить, чтобы все вот эти вредные вещества, они на этих очистных, значит, отстаивались, и потом, соответственно, утилизировались. Понятно, что мероприятия дорогие, но мы понимаем, прежде всего, значит, важное значение имеет экологическая обстановка, здоровье людей, поэтому будем всеми возможными способами изыскивать средства. Говорили на конференции о возобновляемой энергетике и зеленых инициативах. В России уходящий год стал годом экологии. Волонтеры выходят на субботники, наводят порядок на территории города, сажают новые леса в Заволжье. На такой высокоурбанизированной территории, как Чуваша, есть прорывные экологические решения, отмечают участники конференции. Аспектов достаточно много, и то, что мы уже успели обсудить, самый ключевой аспект, насколько соотносятся, скажем, планы по реиндустриализации с угрозой окружающей среде, что необходимо для этого предпринять, и, как возможный тренд, увидеть себя внутри зеленой экономики, когда вы не просто берете какие-то традиционные отрасли экономики и думаете, как минимизировать их вред, а подходите уже совсем по-другому, то есть из минусов в плюсы. То есть превращаете, например, те же самые отходы в источник сырья, или отстраиваете такие длинные технологические цепочки, чтобы это было эффективно на уровне муниципальном, на уровне республиканском и позволило бы правильно организовывать вообще пространственные решения. Участники конференции обсудили разработки в области экологической безопасности, подробно остановились на проблемах, которые испытывают такие же российские города, полумиллионники, как и Чебоксары. Важно подключить к решению вопросов и предпринимательское сообщество. Социальную ответственность в сфере защиты окружающей среды никто не отменял. Мы хотим, чтобы и практическая сфера, сфера защиты нашей природы, она получила какие-то предложения, рекомендации, которые применимы в работе органов водно-хранительных, да и, по большому счету, экологического просвещения наших граждан, в том числе и молодежи и студентов. Поэтому цели конференции, они очень многоаспектные. Здесь нужна совместная работа ученых, промышленников, представителей малого бизнеса, чтобы в будущем не пришлось думать над тем, как восстанавливать природу от негативного воздействия.